Премьер-министр Тымир Сариев посетил с рабочей поездкой Джалабадскую область, где ознакомился с ходом строительства дорог, школ и других социальных объектов области. Кроме того, глава Кабмина побывал на хлопкоперерабатывающем заводе в Базар-Кургонском районе. Посмотрел, как работает овощехранилище, ряд теплиц в Наукенском районе. Подробности в следующем материале. В Джалабадской области завершено строительство внутренних дорог, на что в своё время было выделено 38 миллионов сомов. Проверяя их, глава Кабмина остался доволен. По сравнению с прошлым годом, в городе проведено намного больше работ, возведено в четыре раза больше социальных и культурных объектов. Кроме того, Сариев посетил консервный завод, который ранее принадлежал Кадырджану Батырову. Сейчас предприятие заброшено. Местные жители просят открыть здесь рынок. Однако, Теймир Сариев предложил возвести здесь жилой дом и продать квартиры по выгодным для жителей условиям под ипотеку. После переговоров принято решение создать комиссию, которая займётся решением вопроса. Следующий объект, который посетил Теймир Сариев, это школа-интернат имени Джо Марта Бакумбаева. Здание, построенное ещё в 1928 году, совсем обветшало. И сейчас на его месте строится трёхэтажная школа. А рядом будет общежитие для учащихся. Сдать его в эксплуатацию планируют до ноября этого года. В тот же день премьер принял участие в открытии новой школы на 225 мест в селе Соколды Наукенского района. Учителя поблагодарили власти за повышение зарплаты. Глава Кабмина заверил, что увеличивать зарплаты сотрудникам культуры, образования и медицины будут и впредь. Здесь же Сариев подверг критике работу госагентства архитектуры и строительства за отсутствие в новой школе внутреннего туалета. Такие школы в следующий раз мы вообще принимать не будем. Дети не должны бегать на улицу. Тем более скоро наступят холода. В каждой школе должен быть внутренний туалет. Холодная, горячая вода и столовая. В ближайшее время исправьте ситуацию. Все 100 школ, которые планируется построить, и ещё 100, в которых проведём капитальный ремонт, должны соответствовать этим стандартам. В тот же день премьер ознакомился с деятельностью нового тепличного комплекса и овощехранилища в селе Бюргонды. Овощи здесь выращивают путём капельного орошения. Предприниматель собирает урожай два раза в год. Выручка с гектара – около 5 миллионов сомов. Сариев отметил, что ежегодно по республике должно открываться не менее 100 таких комплексов. Со своей стороны правительство намерено решить вопросы с землёй, подготовкой специалистов, обеспечением семенами и с бытом выращенной продукции. Не обошёл вниманием премьер и хлопкоперерабатывающий завод в Базар-Кургонском районе. Он открыт по его поручению в рамках реализации поставленных перед Акимами задач по открытию 10 предприятий в каждом Аилокматы. За 9 месяцев этого года в местный бюджет 10 предприятий перечислили 10 миллионов сомов. В районе работает 5 хлопкоперерабатывающих заводов. Хлопок выращивают на 3000 гектаров. 5 предприятий ежегодно перерабатывают около 30 тонн хлопка. В завершении поездки Сариев принял участие в открытии 7-й республиканской спартакиады в городе Кучкората. Зарина Сайфудинова, Байгазыра Имкулов, Осмур Уламсадыров, Общественный Первый канал, Жалобатская область.